Летний сезон для сотрудников пропускного пункта Адлер всегда тяжелый. Нагрузки возрастают как минимум в два раза. И для обеспечения благоприятных условий людям, пересекающим границу, за последние два года были созданы дополнительные полосы для машин. Сейчас их 23. В пиковые часы, а это с 7 до 11 и с 18 до полуночи, для прохождения осмотра легковым автомобилем открытые полосы для грузового транспорта. Наибольшая концентрация пассажиропотока приходится на время пребывания экскурсионных автобусов. В период массового выезда экскурсионных автобусов в Республику Абхазия мы автобусы направляем реверсным порядком по двум полосам. Людей проводим через въездной и выездной залы полностью на выезд из Российской Федерации. Скопление людей на пункте пропуска возникает и по причине незнания некоторыми гражданами правил прохождения границы, предъявляют просроченные документы, имеют долги или пытаются провести несовершеннолетних детей без нотариально заверенных согласий родителей. Проектная пропускная способность Мопадлер предусматривает пропуск до 28 тысяч человек в сутки, но по факту и проходит гораздо большее количество человек. Так только за полгода российско-кавказскую границу пересекли свыше 3,5 миллионов человек. Это на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Только с начала июля пропускной пункт ежесуточно проходит больше 40 тысяч людей. В пешеходном терминале обустроены по 14 кабин паспортного контроля на два направления. В некоторых работают по два контролера. Процедура перехода через границу займет до трех минут. Кстати, сейчас ведется установка еще ряда кабин паспортного контроля. Они заработают в августе. Кроме того, на автомобильном пункте уже произведено оборудование навесов, накопителей и санузлов. Планируется обустроить еще несколько площадок и установить автоматы с напитками. Алиса Межирицкая приехала из Донецкой Народной Республики на своем автомобиле. Последний раз в Абхазию ездила еще в 80-х, когда границы не было. Говорит, по сравнению с границей Успенка, в Мапа-Адлере просто шикарные условия. На Успенке, конечно, там аншлаг-аншлаг. Поэтому здесь сказка по сравнению с Успенкой нашей. Но это пока у нас нет аэропорта и ЖД. Поэтому мы все туда. А вот альтернатива для пересечения российско-абхазской границы есть. Ежесуточно железная дорога снимает поток в более 3,5 тысяч человек. Это поезда дальнего следования и электричка Адлер-Гагры. Сейчас курсируют два состава, но планируется увеличение.